«Ты думаешь, у меня одна девушка? У меня их много, и каждая лучше тебя!» — кричал Дима жене. Аня горько плакала на плече Ирины Николаевны. Только что, громко хлопнув дверью, выскочил из квартиры муж одной и сын другой. Вот свекровь и утешала свою невестку. В очередной раз Аня поймала Диму на измене, и между ними разразился скандал. Он сбежал, не найдя аргументов в свою защиту. Да, и, честно говоря, уже и не хотелось оправдываться. Все было настолько очевидно. Дима гулял. Гулял от молодой жены, которая всецело посвятила себя их маленькому сынишке. Вопреки всем стереотипам, Ирина Николаевна была на стороне невестки. В конце концов, она тоже не слепая и видит, что происходит. Два года тому назад Дима вернулся из армии и почти сразу, спустя всего пару месяцев, привел в их дом Аню со словами, что они собираются пожениться. Аня оказалась спокойной, красивой девочкой, очень домашней и хозяйственной. Мечта о ней невестка. Однако, тогда Ирина Николаевна была категорически против этой свадьбы. Спрашивается, почему? Да просто женщина прекрасно знала своего сына. Он был ветрен и любил погулять еще до армии, меняя подружек, как перчатки. Ирина Николаевна засомневалась, разве такая, как Аня, сможет удержать Димку возле себя? Она уговаривала молодых не торопиться со свадьбой, проверить отношения временем. Но кто же будет слушать, когда влюбленность кружит голову? Диме на тот момент тоже казалось, что это навсегда. Они с Аней поженились, и он привел жену в квартиру матери. Квартира была неплохая, двухкомнатная. Ирина Николаевна не возражала. Первое время Дима от Ани не отходил, надышаться на жену не мог. Хотелось бы тогда Ирине Николаевне выдохнуть, но внутренний червячок сомнения не давал ей это сделать. Единственное, о чем она просила молодых, это не торопиться с детьми. Но и тут ее никто не послушал. Аня забеременела, и по мере увеличения ее живота терял к ней интерес молодой муж. Девушка еще этого не понимала и искренне верила, что по вечерам, когда он пропадал, он встречается с друзьями. А вот в душе Ирины Николаевны уже вовсю звенел тревожный колокольчик. После рождения мальчика, которого назвали Никитой, Дима как с цепи сорвался. Его все перестало устраивать в жене. И поправилась она, и ходит в халате, не красится, волосы не расчесывает. Аня сносила все упреки мужа с улыбкой. Она любила мужа, любила сына. И на тот момент еще была счастлива, не замечая, что Дима совсем не помогает ей с ребенком, что его раздражает плач малыша по ночам, что он категорично отказывается менять ему памперсы и вообще брезгливо водит носом, когда жена это делает. Аня улыбалась и ни в чем мужа не упрекала. Она готова была сама заниматься малышом, тем более ей на помощь всегда приходила Ирина Николаевна. А у самой Ирины Николаевны уже в то время в душе бушевала гроза. Та самая гроза, которая скоро должна была грянуть в этой семье. Она в этом не сомневалась. Женщина, в отличие от доверчивой Ани, видела все. Как сын не выпускает из рук телефон, а чтобы поговорить, выбегает на лестничную площадку, как часто он задерживается после работы и как чистит свои перышки перед выходом из дома. Постепенно Дима настолько обнаглел, что почти перестал прятаться. И вот только тогда у Ани раскрылись глаза. Не уследил Дима за своим телефоном, и на экране всплыла смс-ка. «Зая, я тебя жду. Сегодня пойдем куда-нибудь или сразу ко мне?» Телефон лежал на кухонном столе, когда Дима ужинал. А Аня, подойдя к нему, решила подложить мужу салатику. Она успела прочитать смс-ку, невольно взглянув на экран. Дима тогда еще пытался все отрицать. «Ты не так все поняла. Это мне по ошибке прислали». Ане очень хотелось в это верить. Но подтверждение измен мужа она получала вновь и вновь, начав к нему более внимательно приглядываться. Дима психовал от упреков жены. А Ирина Николаевна видела, как наскучила и опротивила сыну жизнь со спокойной Аней. Ему хотелось праздника, бурных эмоций, и для этого были нужны другого типа девушки. Ирина Николаевна поняла, что сбылись самые худшие ее опасения. Те самые, которые возникли у женщины, когда она предостерегала молодых от поспешной свадьбы. А Аню ей было очень жалко. Девушка хорошая и прекрасная мать, а страдает и плачет по ночам. Диму это вовсе не трогает. У него своя насыщенная жизнь. Когда Никите исполнилось два года, Аня устроила скромный домашний праздник с тортиком, свечками и шарами, а муж отказался на нем присутствовать. Заскочив после работы переодеться, он собирался вновь уходить. «Побудь хотя бы сегодняшний вечер с нами. У твоего сына день рождения», уговаривала его Аня. «Я не могу. Я обещал Андрюхе помочь с машиной», отводил глаза муж. «Оставьте мне кусочек тортика. Я когда приду, съем». «А когда ты придешь? Под утро, как всегда?» «Дима, кто она? Чем она лучше меня?» Аня впервые так прямо спросила об этом мужа, глядя ему в глаза. Диму только выбесил этот честный, открытый взгляд и простой вопрос. И его понесло. «Она?» «Ты думаешь, у меня одна девушка?» «Да у меня их много. И каждая из них лучше тебя. Посмотри на себя. Твои волосы вечно убраны в хвост. На лице ни грамма косметики. Да ты же даже не умеешь ей пользоваться. А пахнет от тебя вечно едой и детским питанием. А от настоящей женщины должно пахнуть духами. Вот и сиди здесь одна клуша. Думай над своими ошибками. А я ухожу». Ирина Николаевна в соседней комнате слышала все обидные слова сына и скрипела зубами от злости на Диму. Когда он ушел, громко хлопнув дверью, она поспешила к Ане. Невестка, рыдая на ее плече, бормотала. «Ирина Николаевна, мама, за что он так со мной?» «Да, я не крашусь, но я всегда была такая. И когда мы поженились тоже, я не умею и не хочу». «Все правильно», – гладила Ирина Николаевна Аню по плечу. «Ты и так у нас красивая, тебе это не нужно. Дело не в этом, ты слишком спокойная для него. А он дурак, не понимает своего счастья». «Но я тоже так больше не могу. Каждый раз, когда Дима приходит домой под утро, от него пахнет духами. Он такой довольный. Я чувствую себя половой тряпкой, об которую он вытирает ноги. Я уйду от него, уйду. К маме в деревню не поеду. Там нам с Никитой жить негде. Сниму квартиру. Денег у меня немножко отложено. На первое время хватит. А там, когда Никитка пойдет в детский сад, выйду на работу». «Я помогу, помогу с деньгами», – сказала Ирина Николаевна, вызвав своими словами удивление на лице Ани. «Так вы не против? Не против того, что я ухожу?» «Анечка, ну что же, я, по-твоему, бессердечная совсем? Я же вижу, как он над тобой издевается. Он мой сын, и я его люблю. Но при этом знаю все недостатки Димы. А ты, девочка хорошая, и не заслуживаешь такого к себе отношения. Ты права, он и вправду вытирает об тебя ноги. Уходи, и не забудь подать на алименты. Зарплата сейчас у Димы неплохая. Какая-никакая окопеечка у вас будет?» «Ирина Николаевна», – подняла Аня на женщину заплаканное лицо, – «а может быть, Дима одумается, если мы с Никитой уйдем? Может быть, он заскучает и приедет за нами?» «Ох, если бы ты знала, как я на это надеюсь, Аня, очень надеюсь. Но если это случится, ты его сразу не прощай. Добейся от него обещания, что он точно больше не будет гулять от тебя». К сожалению, надеждам Ани и Ирины Николаевны не суждено было сбыться. «Дима как будто даже обрадовался, узнав, что Аня ушла. Бросила меня? Ну надо же! Получается, я теперь брошенный муж?» «Меня нужно пожалеть», – самодовольно крутился он возле зеркала, расчесывая свои красивые волнистые волосы. «Надеюсь, найдется, кому меня пожалеть», – подмигнул он своему отражению. «Я посоветовала Ане подать на алименты», – сказала Ирина Николаевна, хмуро наблюдая, как сын прихорашивается, собираясь ускользнуть из дома. «Мне очень хочется надеяться, что я воспитала немерзавца, и ты будешь их платить». «Да буду я, мама, конечно, буду», – огрызнулся Дима. «Я прекрасно знаю, что Никита мой сын, и от алиментов увиливать не собираюсь, но видеться с ними не буду». Аня ушла сама. А вот Ирина Николаевна навещала невестку часто и каждый раз отворачивалась от вопрошающего взгляда Ани. Девушка не спешила подавать на развод, все еще на что-то надеясь, и Ирина Николаевна знала на что. Знала, почему невестка так жадно ищет ее взгляд. «Да не придет он, Аня», – выдохнула женщина через пару месяцев. «Не смотри на меня так. Ты что думаешь, я не понимаю? Не надейся больше и подавай на развод. Живи своей жизнью, детка, и даст Бог, ты еще встретишь хорошего человека». «Да вы что, Ирина Николаевна, я даже об этом не думаю. У меня есть Никита, и мне этого достаточно». Анечка, тебе только двадцать три года, у тебя вся жизнь впереди. Для меня ты сама еще ребенок, я всегда буду к вам приходить и помогать своему внуку по мере возможности. «Но ты на меня не смотри, я буду только рада, когда у тебя наладится личная жизнь». Аня развелась с Димой и окончательно смирилась с потерей мужа. Но Ирина Николаевна видела, что о личной жизни девушка и не помышляла. Она вся утонула в ребенке, и как только Никита пошел в детский садик, Аня вышла на работу. Она закончила кулинарный техникум, к тому же готовила очень хорошо, поэтому смогла устроиться поваром в школьную столовую. Работа эта была не из легких, к тому же Аня по вечерам пекла торты на заказ, стараясь обеспечить своего сыночка всем необходимым. А тем временем личная жизнь била ключом у Димы. Через год после развода с Аней он привел к Ирине Николаевне свою новую девушку. «Мама, познакомься, это Лика, мы собираемся с ней пожениться». «Что-то очень быстро опять», – фыркнула Ирина Николаевна, разглядывая Лику. Девушка была модельной внешности, то, что называется ноги от ушей, с красивым макияжем и пухлыми губами, которые достались ей не от природы, как заподозрила Ирина Николаевна. Лика сразу же показала свой характер, скривив эти пухлые губки при виде курника, приготовленного Ириной Николаевной. «Я такое не ем», – высокомерно заявила она. Ирина Николаевна смолчала на этот выпад, но в дальнейшем, продолжая общаться с Ликой, поняла, что девушка из тех, кому лучше не протягивать палец, откусит руку по локоток. К тому же Лика оказалась из весьма обеспеченной семьи. И на свадьбу, которая состоялась очень скоро, ее родители подарили молодым трехкомнатную квартиру в центре города. Можно было бы подумать, что Дима купился на деньги, но Ирина Николаевна понимала, что это не так. Ее сын был полностью покорен своенравным характером новой жены, и то, что называется, попал под ее каблук. Что ж, Ирина Николаевна изначально понимала, что только такая девушка может усмирить Диму. Куда уж Аня с ее безропотностью? Про нее Дмитрий и думать забыл, а вот Ирина Николаевна не забыла. Она навещала бывшую невестку регулярно. По мере необходимости сидела с внуком, покупала ему подарки, одежду. Пока однажды Дима не заявил матери, что она обязана прекратить всяческое общение с Аней и Никитой. Пришел он тогда в гости к Ирине Николаевне один, без жены. Но женщина подозревала, что озвучивает он не только свое мнение. «Да с чего же это я должна прекращать общение со своим внуком?» – изумилась она. «Не хотел тебе говорить раньше времени, но Лика беременна. Скоро у тебя появится родной внук или внучка, и ты будешь нянчиться с ним». «А Никита мне что, не родной?» «Мама, ты что, поругаться со мной хочешь? Я тебе говорю, завязывай с визитами к Ане». Ругаться Ирина Николаевна не хотела. Она знала, что под влиянием новой жены сын на это пойдет. Но и прекращать ходить к Ане женщина не собиралась. Ирина Николаевна слишком любила своего внука для этого. Просто с этих самых пор она стала делать это тайно. Так, чтобы Дима с его женой не знали. Сын успокоился, решив, что мама подчинилась его требованию. У них с Ликой родилась девочка, и ее Ирина Николаевна, конечно же, тоже полюбила, но почему-то не так, как первого внука. Время шло. Никита подрастал, и мальчику требовалось все больше. Он пошел в школу и хорошо учился. Аня постоянно нанимала ему репетиторов, водила на платные кружки и секции, и Ирина Николаевна помогала ей все время, боясь, как бы Дима об этом не узнал, как бы там ни было, но и Аня ей была словно дочь. Женщина видела, как бывшая невестка, положив крест на личную жизнь, старается ради сына. Бывали моменты, когда Аня вообще не спала всю ночь, занимаясь выпечкой на продажу, а утром, как со мной была, идя на работу. Хоть Дима исправно платил алименты, денег Ане с сыном требовалось все больше. Да, и арендодатель постоянно поднимал квартирную плату. То, что Аня с Никитой живут на квартире, сильно тревожило Ирину Николаевну. Она сравнивала их жизнь с жизнью новой семьи сына. Вот где была полная чаша. Жили в трешке, в центре города. Недавно приобрели дачу, больше похожую на загородный дом. А уж машины и вовсе меняли, как перчатки. И это не только благодаря родителям Лики. Дима очень хорошо зарабатывал. Может, поначалу, конечно, его устроил на хорошую должность отец жены. Но Дима очень быстро пошел вверх по карьерной лестнице. У Димы с Ликой была одна дочка. И хоть Ирина Николаевна ее и любила, она не могла не понимать, что девочка избалована до крайности. Чего нельзя было сказать о первом внуке женщины Никите. Мальчик учился в пятом классе, но уже вовсю старался помогать маме, видя, как она устает. Он старался учиться на отлично, чтобы у матери не было повода втратиться на репетиторов. Старался помогать ей с уборкой по дому. Дай ему волю, он бы и по ночам не спал, помогая маме с выпечкой. Ирина Николаевна долго думала над всем этим и пришла к единственному, по ее мнению, правильному решению. В один прекрасный день она пошла к нотариусу и написала завещание на свою квартиру. Она отписала ее внуку Никите. В тот день она вернулась домой крайне довольная собой, положила завещание на стол, разгладила рукой и улыбнулась. Как бы там ни было, Никита не будет совсем обделен. Хватит уже и того, что он растет без отца, который не хочет ничего знать о мальчике. Когда-нибудь Никита унаследует эту квартиру. Главное, чтобы Дима об этом не узнал. Так получилось, что Дима узнал. Ирина Николаевна забыла завещание на столе, не ожидая визита сына. А Дмитрий пришел неожиданно. Он открыл квартиру своим ключом и по закону подлости первое, что увидел, это бумаги на столе. «Что это такое, мама? Я не верю своим глазам. Ты что, продолжаешь общаться с Аней? Ты врала мне?» «Ну а ты как думал, сынок?» – выдохнула Ирина Николаевна. «Я люблю Никиту. И как бы ты ни старался, тебе этого не изменить. У тебя есть внучка, а ты отписываешь квартиру этому пацану? Этот пацан твой сын, а мою внучку вы и так избаловали до крайности. У нее без моей помощи будет все в шоколаде. Я так решила, Дима, и решение своего я не изменю». «Ах, так? Ну тогда, тогда…» – задохнулся от возмущения Дмитрий. «Тогда ты больше не увидишь ни меня, ни свою внучку. Считай, что ты сделала свой выбор». Сын убежал, оставив мать расстроенной. И не прошло и часа, как ей позвонила Лика. «Вы что там, совсем с ума сошли, Ирина Николаевна? Вы должны немедленно аннулировать это завещание». «Я уже говорила, что не буду этого делать. Зачем вам моя квартира? Пусть она достанется тому, кому на самом деле нужна». «Ну хорошо, значит, у вас больше нет семьи. Никого из нас в таком случае вы больше не увидите». «Ошибаешься, Лика», – устало произнесла Ирина Николаевна. «Семья у меня есть. Моя семья – это Аня и Никита. И раз уж на то пошло, незачем им больше жить в съемной квартире. Я сейчас же позвоню Ане и скажу, чтобы они переезжали ко мне». Лика, выкрикивая проклятие в адрес свихнувшейся свекрови, бросила трубку. Ирина Николаевна поняла, что произнесла то, чего бы ей на самом деле очень хотелось. «Да, конечно же, она так и сделает. Аня с Никитой всегда будут рядом. Ей самой не придется мотаться на другой конец города, и Аня будет спокойно работать, зная, что Никита под присмотром. И так хорошо стало на душе у женщины от этого решения, словно груз с души свалился. И почему она раньше так не сделала?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова